Во время месячника оборона массовой работы и военно-патриотического воспитания ежегодно проводится акция «Согреем сердца ветеранов». Волонтеры навещают участников Великой Отечественной, тружеников тыла Детей войны. Ребята приходят не только проведать пожилых людей, но и оказать социально-бытовую помощь. В рамках акции «Согреем сердца ветеранов» мы, волонтеры Белоглинского района, проезжаем по местам жительства ветеранов Великой Отечественной войны. Нам очень важно, чтобы ветераны ни в чем не нуждались, и мы делаем все для этого. На днях волонтеры отправились к Евдокии Даниловне Сухаренко. Вооружившись граблями, вилами и вениками, приступили к работе. Собрали листву и ветки, подмели дорожки, навели порядок во дворе. Благодаря ветеранам мы живем в мирное время, и теперь настала наша очередь помогать им добрыми делами, поддержкой и любовью. Мы волонтеры Белой Глины и готовы всегда прийти на помощь. После работы добровольцы общались с Евдокией Даниловной. Пожилая женщина поблагодарила ребят за помощь. Большое спасибо вам, дорогие. Что-таки без вас тяжелее было бы. А сейчас все хорошо. Спасибо, убрали, все сделали. Дай Бог вам здоровья. Во время общения Евдокия Сухаренко рассказала ребятам о своем детстве, семье, поделилась воспоминаниями о военном времени. И я бегала и нянчила детей с 8 лет. И до конца, до войны, 10 кончила, я в колхозе работала. А после 10 началась война. И мы копали окопы у канниболотки. Приехали туда на машине, забрали. 6 июля проводили в армию. Попала я в Баку охранять черное золото. Потому что туда ездили все танки, самолеты. Все заправлялись там, чтобы не пропустить ни одного самолета. Мы день и ночь на прожитерах ловили самолеты. Я знала все самолеты, марки их. Если только он показался, там где-то чуть слышен мотор, мы уже докладываем. В таком-то направлении слышен шум Мерседеса. Ребята внимательно слушали Евдокию Даниловну. Задавали вопросы. Больше всего их интересовали годы Великой Отечественной войны. Вы искали эти самолеты, охраняли черное золото. Что вы чувствовали? Не дай бог, как страшно война. Идем, мы же идем в баню эту идем. Ребень подвязанный вот такой. Тут 60 патронов. А сзади ружье. Да еще с шашкой, с этой зеленой немецкой ружьей. Так что были большие трудности. Все пережили, плакали все, с радостью встретили. Ну вот уже прожили после войны сколько. Вот дай бог вам прожить, и чтоб без войны. В завершении встречи волонтеры пожелали Евдокии Сухаренко крепкого здоровья, долгих лет жизни. И отправились по следующим адресам, где проживают ветераны и дети войны, нуждающиеся в помощи и заботе.